Всем привет! Меня зовут Александр Дегтярев и это проект Фанка. Сегодня мы находимся в славной столице Татарстана, где Казань-Арена примет матч в сборных России и Ирана. Поехали! До игры еще куча времени, поэтому мы можем вспомнить матч с корейцами. Надо узнать мнение эксперта. Скажите, как вам игра сборной России? Довольно-таки неплохо. Очень приятно. Мне очень нравится, между прочим. Матч можно назвать удачным, но не из-за победы, а потому что в глаза бросались очевидные ошибки. Ну а хорошо это, потому что есть еще куча времени на исправление. Васин в этой игре показал, кто в нынешней сборной исполняющий обязанности Березуцких. Вертели его корейцы как хотели. Пацаны вообще, ребята, классно вообще. Кстати, игра в Москве собрала на трибунах веб-арены 24 тысячи зрителей. Посмотрим, сможет ли Казанский стадион переплюнуть этот результат. Ну и погнали смотреть уже футбол. Смогла. Переплюнула. 33 тысячи набрала Казань-арена. Но какой ценой? Трибуны заполнили студенты, которым билеты раздали на халяву. Ну а после этого плохая организация прохода на арену заставила меня подгорать. Примерно 20-я минута игры, но мы до сих пор не можем попасть на матч. Виной тому не то, что мы поздно приехали, а потому что Казань-арена не умеет работать. Ни на Кубке Конфедерации, ни на Чемпионате России такой фигни еще не было. Я надеюсь, на Чемпионате мира так плохо здесь организации не будет. Заходим на сектор. Блин, обожаю этот стадион. Наши разгоняются как-то в валко и сходу дают иранцам отличную возможность со штрафного отличиться. Прощают на этот раз нашу сборную. Мечутся по полю Кокорин и Смолов, но все как-то сумбурно. Просто от большого желания. Снова штрафной у наших ворот. Подача и удар, но не очень опасно. Вообще игра делится на эпизоды со стандартами. Теперь вот Рауш будет выполнять штрафной. Вратарь и... Я ума не приложу, как смог Ерохин не попасть тут. Ну надо, надо было забивать. Да и все, в первом тайме даже показать нечего. Удручающе скучная игра. Что, как тебе игра? Что? Очень скучно. Очень скучно. Нет никаких моментов интересных. Тайм второй, и мы ждем голов и моментов. Трибуны скандируют Россия-Россия и пускают привычную покупку конфедерации волну. Обожаю такие моменты. Первая интересная атака нашей сборной. Плохая подача или хитрый удар. И... Перекладина! Обидно. Смолов бьет. Очень слабый удар получается. Теперь Иран отвечает. Контратака слишком легко проходит. Ткутепов и Джики выдают чудеса оборонительных действий. И Азмун замыкает. Ну, хоть за сборную забивает. Благо, что он на Казани арене. И после гола по звуку стало понятно. Болельщиков сборной Ирана на стадионе предостаточно. А вот еще один крутой штрафной в исполнении Феди Смолова. Спасает Бейран... Бейранван. Манданда... 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 Теперь внимание. Момент лайфа. Самедов лучший пас в жизни выполняет. Так что гол Полоза целиком его заслуга. Можно и за победу побороться. Игра подходила к концу. Иранцы все чаще падали и тянули время. Наши то и дело отдавали фееричные передачи. Так матч и подошел к логическому завершению. Вот и закончился этот шикарный в кавычках матч. Мы сыграли в ничью со сборной Ирана. И с такой игрой перспектива выступления на чемпионате мира выглядит очень нерадужной. С вами был Александр Дегтярев, проект Фанка. Пока! Ты знаешь зачем, ты знаешь куда, и мы с тобой опять в облаках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok